Меньше месяца осталось до выборов президента Российской Федерации. 18 марта отдать голос за своего кандидата будет намного проще. Это стало возможным благодаря новым правилам. Как выяснили наши корреспонденты, не все знакомы с новшествами, а потому стоит рассказать об одном из них подробнее. Во время выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года, по всей России будет применен новый порядок голосования по месту нахождения. Типичная ситуация, когда в день выборов гражданин уезжает в командировку, отпуск или живет в другом городе. Соответственно, он никак не может проголосовать по адресу регистрации, указанному в паспорте. Мы спросили у жителей Видного, знают ли они, что делать в таком случае. Там возможностей много. Можно узнать в избирательной комиссии, можно по телефону позвонить. Очень много возможностей для этого. Я думаю, что я не знаю. Вы не интересовались такими правилами? Нет, нет, нет. Идете, берете открепительные талоны, голосуете, где хорошо. Да, не, ну открепительные удостоверения раньше были, а сейчас ведь другие правила. Вы знаете об этом? Ну, я не задумывалась, я пойду пешком в участок. Надо заявление предварительно подать. А куда заявление подать? Знаете, от политики очень далека. Вот, я не знаю, где голосовать. Я как-то пыталась голосовать. Образиться можно в участоковую комиссию, указать адрес, где будешь голосовать. Вот так выбрать надо где-то, по телевизору показывать. Я вообще-то никогда никуда не уезжаю, сижу дома, хожу голосовать дома. В эту выборную кампанию начнет действовать программа, получившая название «Голосовать легко». Теперь, если вы планируете уехать из дома, вам не требуется получать открепительное удостоверение. Любой гражданин, начиная с 31 января, такие заявления мы уже принимаем, может обратиться в любой пункт приема заявлений. В настоящее время это многофункциональные центры и наша территориальная избирательная комиссия, которая до 12 марта включительно принимает такие заявления и дает возможность гражданину проголосовать по месту его нахождения на день голосования. Кроме того, можно подать заявление через интернет-портал Госуслуги. Для этого необходимо всего лишь зарегистрировать учетную запись на этом портале. Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, которая размещена на официальном сайте ЦИК Российской Федерации. С 25 февраля начинают в штатном режиме, в рабочем работать, участковая избирательная комиссия, которая до 12 марта, так же как и территориальная избирательная комиссия, будет принимать такие заявления. Режим работы у нас в будние дни с 16 часов до 20 часов, и в праздничные выходные дни с 10 часов до 14 часов. Любой гражданин может обратиться подать такое заявление. После того, как гражданин подал заявление, он 18 марта текущего года может прийти на выборный им избирательный участок и, показав свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется. Продолжение следует...